Семейный бизнес Семейный бизнес это понятие, которое хорошо работает там, где семейные традиции сильны. Допустим, я сотрудничаю с одним человеком из Индии, у него только семейный бизнес. То есть они все вместе живут, у него два сына, он как бы старший отец, они каждый день кланяются ему, когда встречают его рано утром. Это невозможно описать словами. То есть эти люди вообще не мыслят как-то свою жизнь по-другому, они не знают, как по-другому жить. То есть они настолько глубоко верны друг другу, что у них нет вопросов быть не вместе. Понимаете, если взять культуру России, то мы не можем жить вместе с родителями. Это указывает на то, что наша возможность иметь близкие отношения ограничена. У нас нет такой глубокой привязанности друг к другу, как это в Индии, допустим, в восточных странах существует. Поэтому и возможность быть вместе в бизнесе тоже ограничена. А еще меньше родственные отношения проявлены в Америке. Там людям вообще как бы по статистике просто сходиться друг с другом нужно от 5 до 10 лет. У нас люди сходятся за месяц и уже могут жениться даже. Понимаете? То есть идея в чем заключается? В том, что есть разные культуры. И в разных культурах возможность семейного бизнеса, она снижается по мере снижения степени близости и доверия в личной жизни. Имеется в виду между родственниками. Допустим, я проводил статистику в Москве, тысяча человек на лекции ходят, я спрашивал, кто из вас поклонился хоть раз в жизни матери и отцу, поднимало всего 10 человек руки. То есть остальные никогда в жизни не кланялись матери и отцу. То оказывает на возможность почитать старшего. Это можно поменять? Я не знаю, сколько мне здесь можно в этом мире поменять. Значит, итак, поэтому семейный бизнес только держится на глубине отношений и ни на чем другом. Потому что если мы искренне верим в то, что родственники меня не подведут, а глубинные отношения нет, тогда семейный бизнес становится такой болью, который никогда не может стерпеть в другой ситуации жизни. Потому что априори считается, что близкий человек это тот, кто никогда тебя не бросит и не подведет. В той традиции бенгистой этого можно верить. Иногда бывают исключения. В нашей культуре этому лучше не верить. Лучше не верить. Потому что это неправда. У нас нет таких отношений глубоких между родственниками, чтобы бизнес семейный был сильным и крепким. И как бы безговорочно сильным. Потому что, поймите, родственные отношения держатся на эмоциях. Это эмоциональные отношения. Это о древних культурах, это еще и духовные отношения. Потому что в каждой семье есть своя вера. Так как у нас нет веры, поэтому это не духовные отношения, просто эмоциональные отношения. Эмоции разрушены, семья разрушена. А если еще бизнес общий, тогда начинается вражда. Потому что если просто семья разрушена и там нечего делить или поделить, разошлись, тогда ничего нет плохого. Но если есть общая собственность и есть общий бизнес, тогда начинается вражда, которая очень плохо заканчивается. Поэтому семейный бизнес должен быть всегда на духовных ценностях основан. Если в семье есть одна вера и люди очень сильно туда идут, тогда можно делать семейный бизнес. Нет никаких проблем. Если мы просто любим друг друга и все вместе бизнес делаем, это опасно. Есть еще один момент очень важный, который надо знать. Если мы говорим о семейном бизнесе, в котором включены муж и жена, тогда надо заканчивать бизнес дома и начинать на работе. Если мы говорим про бизнес дома также, то у мужа появится любовница. А женщина будет сильно уставать. И она будет сильно израсходована психически. Женщина должна четко и это деление делать жена на самом деле. Женщина должна установить правила, если есть совместный бизнес, между мужем и женой, это в целом не очень благоприятно. Но если это уже есть и так работает, если у вас такая природа вместе работает с женой, такое бывает. И вы помогаете друг другу, это хорошо. Но это не надо делать дома. Если дома начинается работа, значит семейная жизнь заканчивается, потому что мужчине не хватает теплых отношений, не хватает любви, и он не может расслабиться. А женщина не выполняет своей функцией защиты семьи, и она тоже напрягается из-за этого. То есть поэтому нужно обязательно разделить работу и семью, и тогда будет все хорошо. Дома пришли, расслабились, собрались, да? А если такое модное движение, дома работают люди, бизнес, удаленные сотрудники, то есть... То же самое, вот я надо сказать жене, я сейчас на работе, меня не беспокоит. Я на работе сейчас, все, вы работаете дома. А в кабинете? Да, в кабинете, да, вы работаете. Потому что иначе у вас не будет работать, с ума садить. Если жена будет заходить через каждые пять минут, вы с ума садите. У вас не будет силы продвигать ситуацию. Силы возникают у мужчин, когда он один. Он не может сражаться вместе с женой. Представьте, жена рядом на коне нет, а вы сражаетесь. Это нереально. Мужчина должен быть мужчиной на работе, он должен быть сильным. Означает, что жена где-то в другом месте. Надо просто... И не то же самое с женщиной. Для женщины, кстати, хорошо работать из дома. Это сильная позиция для женщины. Из дома работать, особенно если она управляющая тоже. Из дома, если она руководит, есть возможность. Это сильная позиция для жизни. Она дома чувствует себя хорошо, и поэтому она может это делать. Но в рабочее время. А не во время, когда нужно уделять мужу, семье, детям. Вы можете вообще сказать свое мнение по поводу того, что мы о чем и говорим? Вы сейчас говорите о бизнесмене или о человеке, который является ученым по природе? Это другое дело совсем. Это совсем другое дело. Мы говорим о бизнесе сейчас. Вот смотрите, сейчас я вам объясню. Если человек ученый по природе, то жена является соратником. И вообще человек, который по природе дает знания людям, у него нет дома или не дома. То есть он всегда находится в этом состоянии. Понимаете? Он может так же в домашних условиях так жить. Жена является соратником. Совсем другое дело. Понимаете, другое дело руководить людьми и так далее. Официальная обстановка. Это разные отношения. Потому что у ученого человека, у него очень близкие отношения с учениками, поклонниками устанавливаются. Совсем другие отношения, больше личностные. Поэтому жена становится матерью для этих людей. Даже жена руководителя может стать матерью, но она царица в этом случае. Она не близкие отношения устанавливает, она руководит людьми. Но когда человек является наставником, то тогда близкие отношения устанавливаются. Они становятся членом семьи, эти люди, которые близки к нему, как к наставнику, как к старшему. А жена является соратницей. Но вот у Толстого жена не принимала его последователей. А тем не менее, как писатель, он очень много сделал в сети. У меня тоже не принимает моих последователей. Особенно последовательниц. Но помогает мне в других делах. Всегда по-разному бывает. Но это возможно. Я знаю одного человека, у которого жена принимает последователей. Но внимательно следит, как последовательницы смотрят на него. Если они смотрят неправильно, она им делает замечания. Вы должны понять, что для женщины с мужем, которым она делает бизнес, не существует понятия бизнеса. Для нее существует понятие «близкий человек, с которым я делаю бизнес». Означает, что если вы хотите выйти замуж и будете работать с бывшим мужем, бизнесом заниматься, то вы не выйдете замуж. Потому что женщине только один мужчина может быть в сердце. Когда кто-то другой, ее просто никто не берет замуж. Человек чувствует, что невозможно. Сердце, да вы сами не пустите. Вот как вы сейчас будете знакомиться? Если вы вместе работаете с мужем, как вы будете знакомиться с кем-то? Ну, я не имею в виду, вкусы развели. Вы кто развелись? Вы развелись, развелись и работаете с мужем. Как вы познакомитесь с человеком? Потому что вы когда видите свои волны, то ничего, ничего не живем, ничего дальше. Развод в сердце можно сделать? Расписаться, не живем в сердце. Оп, расписать, не живем в сердце можно? Вы видите этого человека, у вас есть чувства. Могут быть негативные или позитивные. Но это знак минуса и знак плюс. Означает, человек остается в сердце. Но если вы его оставили в сердце, в сердце никто больше не зайдет. Он должен быть вне вашего сердца, этот человек. Означает, его надо забыть. Я не могу тебя забыть, но как мне быть? Это значит, что она об этом знает. Это первое, что вы должны знать. И обязательно будет пользоваться. Как в этом случае нести с ними? С ними. Две сотрудницы, что ли? С ними что вы имеете? Что вы имеете в виду с ними? А, то есть есть руководитель, ваш, вы подчиняете всему. И вы видите, как там что происходит. Вести себя, как будто вы ничего не знаете об этом вообще. Нет, 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 нет. Ничего себе не об этом. А, что? Сейчас. Ну, я, так сказать, людей, наставник, являются по вопросам бизнеса, например, да? Или здоровье, продвигаясь. Ну, так, хорошо. То есть вы идеолог. Если есть руководители-идеологи, есть практики, то есть менеджеры. Те, которые руководят людьми, а есть руководители проектов. Они продвигают идеи. Да. И, ну, окружают сейчас, поскольку я, допустим, не женат. Да. На окружении из сотрудников мало мужчин, в основном женщин. Так, значит, ты хороший кандидат. Да. Вы же руководитель. Да. И вот я просто вижу, как они меня в свое сердце запускают. Либо я что-то неправильно делаю, может, как-то... Запускают в свое сердце. Поэтому говорится в древней культуре, что человек сначала должен жениться, а потом становиться руководителем. Потому что, если он не женат и руководит, то все женщины, подчиненные его, будут выпускать его в сердце себе. А потом долбать этим его. И что делать? Он говорит, что вы же не можете от женской энергии защититься. И будете ходить краснеть все время. Я краснее, я бледнее. Захотелось вдруг сказать. Станем обреком. Да. Жениться. Да. Я говорю о том, что лучше, благоприятнее. Ну, помните вот этот вот «Азор из 10-тихии»? Помните? Ну, он мужчина, он вел женщин в атаку. И постоянно вот эти разборки, эмоции, там, семейные все дела. И он для них был кем? То, как отец, то, как близкие отношения мы с ним строим. Никто не говорит «Есть». Понимаете, они, женщины, они строят близкие отношения. Пытаются строить близкие отношения. Понимаете? С тем, кто руководит. Близкие отношения. А если вы не женаты, какие с вами близкие отношения? Молодым девушкам строят на работе. Для них это просто мечта, чтобы вы на них посмотрели. И поэтому, о каком руководстве, если вы им говорите «Ты оштрафована». А она как бы уже вообще решила, что ты вы ее муж уже, все, она уже все как бы… И она оштрафована. Ну ты скотина такая, тебе дам оштрафована. Ну то есть, там уже подчинение заканчивается, уже начинается месяц просто. Вам надо жениться, значит, не срой.